Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Сегодня пятница и доброе утро всем, 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 кто к нам сейчас присоединился. У нас личное утро на Радио Болтком. Ведут его сегодня Ольга Авдевич. Доброе утро еще раз. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Евгений Копеин. И гостья у нас сегодня в студии, но по скайпу. Это главный редактор известнейшего женского журнала «Лилит» Инна Каневская. Инна, добрый день. Доброе утро. Доброе утро, я бы сказала еще. Доброе утро. Нам сегодня очень повезло в том плане, что мы попали в гости прямо домой к главному редактору женского журнала «Лилит». Вот такое вот счастье неожиданно. Вот можем даже все рассмотреть. А информационный повод у нас очень хороший, потому что буквально на днях только что вышел свежий номер журнала «Лилит». Очень яркий, весенний, красивый, оптимистичный. И мы это восприняли как хороший сигнал, что жизнь продолжается, что не все в нашей стране загибается, что все-таки пресса живая существует. Инна, скажи, пожалуйста. Можно показать журнал нам? Есть под рукой? Вот. Вот какой красивый. Чуть-чуть дальше. Ага. Да. Солнечный. Просто солнечный. Мы старались соответствовать природе и создать хорошее настроение. Он правда такой милый, желтый, сейчас все расцветает. И я думаю, что получить, прочитать такой красивый журнал – это все-таки маленький кусочек счастья. Удовольствие скорее. Инна, а скажи, пожалуйста, вот «Лилит», в принципе, если мы рассматриваем, ну даже историю Латвии, да, и историю прессы независимой Латвии, это, ну как, веха и эпоха. Сколько лет выходит журнал? В этом марте нам исполнилось 28 лет. То есть скоро будет 30? Да. Это та ситуация, когда взрослые дети выдают возраст родителей. Вот. Мы делаем вид, что мы начали его выпускать, будучи совсем юными. Ну так, собственно, и было. Так, собственно, и было. Вот, к сожалению, вот в марте началась вся эта ситуация с пандемией, поэтому как-то так вот не было. Ну мы никогда шумно не празднуем, но как-то это все проходит обычно радостнее и немножко погромче. Тут уже всем было не до нас. Ну, ну ничего, ну что поделать. А расскажите, как вам вообще в далеком, это, наверное, 1900, получается, 92-й год? Да, да, да. В далеком 1992 году, когда не было, не знаю, там ни интернета, ни мобильных телефонов, и вы вдруг решили, что нужно придумать и делать вот именно вот женский журнал. Это был первый женский журнал, да, в Латвии? Нет, мы вышли практически одновременно с Сантой. То есть вот Санта и Лилит, это были первые два женских журнала в Латвии. А кто вы? Вот кто вы? Что за команда была и как вам пришло это в голову? Ну, мы все работали в легендарной газете «Советская молодежь». Привет, коллеги! Открою тайну для наших слушателей, что Лита и Оля, мы все замечательные песочницы. И в начале 90-х был такой расцвет всего, что и была такая интересная, насыщенная жизнь. И коллеги даже начали... всем чего-то даже не хватало. Коллеги начали делать дополнительные какие-то журналы, газеты. Кто на бизнес-тему, кто на криминальную, кто-то даже эротикой у нас увлекся. А мы с коллегами, это были Алла Петропавловская, Алла Абалевич и Лена Власова и я, облинулись и решили, что что-то у нас на рынке нет женских журналов. А давайте попробуем. А до этого была только работница и крестьянка. Ну, то есть если брать подписной каталог. И плюс западные, да, но были же западные журналы, да? На самом деле, а до сих пор в России, между прочим, практически одна франшиза. Я уже не знаю, какие у них оригинальные журналы есть. Вот, и мы попробовали. Я, кстати, сейчас вам покажу самый первый номер. О, раритет. А кто там на обложке у нас немножко отсвечивает? У меня тоже отсвечивает. А, просто какая-то красивая модель. Если листать журнал с позиции с сегодняшнего дня, это, конечно, полный ужас. Это жуткое качество, ужасная бумага, макет страшный. Ну, с другой стороны, это первое детище. И мы вот недавно получили очень милое письмо. Оно даже опубликовано в последнем номере. Написала женщина-режанка, что в то время она приехала в Ригу из Камчатки. С деньгами было очень тяжело. Она увидела этот журнал. И у нее был выбор, купить килограмм куриного фарша или лилит. И ей так понравилась девушка на обложке. Ей понравились эти слова о любимом платье принцессы Дианы. И она купила килограмм куриного фарша и ни разу об этом не пожалела. Еще и сохранила, наверное. И сохранила, потому что она увидела в журнале сказку, мечту, добрую надежду на будущее. И вот такое письмо мы получили. Это было так здорово. И как это не смешно, очень многие наши читатели до сих пор хранят. У них просто склады и лилит. Лет 10 назад, во время какого-то юбилея, мы устроили для читателей такой конкурс. Кто обнаружит у себя самый первый номер, тот получит приз. Человек 10 обнаружили его. Мы с ними встречались, мы замечательно побеседовали. И они получили подарки. Лет 5 назад была та же история. Я вот только не помню, мы про первый номер говорили или про какой-то другой. Юбилейный может быть какой-то. Опять мы славно пообщались. И было здорово, что люди хранят их и, очевидно, время от времени перечитывают и наслаждаются. Спасибо вам, дорогие читатели. А были такие читатели, которые все-все номера сохранили? От первого до сегодняшнего? Я не знаю, как насчет всех, Ритуль, но это уже какое-то физически огромное, где-то надо хранить. Периодически от кого-то слышим, что вот у меня тут связки лилит, выпросить жалко, вот оно лежит. Но насчет всех не знаю. Ну вот Оля сказала правильно, что лилит – это такая веха в истории страны. Потому что действительно, если пролистаешь, то можно там очень хорошо понять, чем мы жили. Вот мы обычные люди, не какие-то там правители и так далее. Чем мы жили? Инна, вот ты показала первый номер и зачитала, что там, значит, любимое платье принцессы Дианы. Я вспомнила, что эту заметку для вас готовила я. Я сидела дома с маленьким сыном тогда, не работала. И это был перевод с английского, из каких-то западных журналов. Еще никто тогда не знал, кто такая принцесса Диана. Она только-только там вот выходила, выходила в свет, да. А напомни, какие еще сюжеты вот в этом первом номере? То есть это же надо было для первого журнала очень серьезно подойти к выбору тем. Вот что бы заинтересовало тогда читателей? У вас такая профессиональная творческая команда. Что там еще? Сейчас я тебе расскажу. Кстати, тут, может, впрочем, еще и дохрюча была этого платья самого. Ого, вот это да. Да, да. Знаете, как ни странно, тем много, хотя в нем всего 50 страниц таких журналов нет. Во-первых, тут интервью с Джоной Давида Ашвили. Помните знаменитую? Да, да, да. Но это суперэксклюзив. Даже знаем, кто делал это интервью. Да, вы знаете, кстати, очень интересная история. В 90-е годы все было совсем по-другому. Я помню, что я решила ехать в Москву и набрать материалы для первого «Лилита» и следующих выпусков. Так вот, я позвонила Джуне Давида Ашвили, откуда у меня были все телефоны, очевидно, московские коллеги подбросили. Лично с ней договорился. Она говорит, конечно, приезжайте. Я позвонила Наталье Белохвостиковой. Она сказала, конечно, приезжайте. Я позвонила Марии Мироновой, матери Андрея Миронова. Она сказала, конечно, приезжайте. И вот я поехала в Москву. И со всеми ними мы встречались. У них дома. Это было так здорово, так тепло. С таким каким-то доверием. Сейчас все по-другому. Сейчас мы все общаемся, вы знаете, через агентов. Идут долгие переговоры, когда интервью, сколько времени. А пришлите, пожалуйста, вопросы. Предварительно. Еще и по скайпу. Да, да, да. А не хотите ли вы заплатить за интервью? Все изменилось. А вот тогда это все получилось. И я провела у Джуны, наверное, целый вечер. Меня буквально вытолкали со словами, извините, сейчас должен прийти Марчелло Мастрояне. Меня вместе с другими гостями. У нее всегда были толпы гостей. А надо было спрятаться в шкаф. И когда придет Марчелло Мастрояне, тут и явиться. Да, надо было, не сообразила. А когда через какое-то количество времени Джуна приехала в Ригу, она здесь давала мастер-классы, мы опять с ней встречались, опять в толпе гостей. И я сидела у нее в гостинице до утра, до самого. И даже помню, что я уходила на расцвете. Было лето уже, вот примерно такое уже солнечное утро. Вот такие чудесные воспоминания. А что интересного тогда Джуна вообще выдало? Что тебя, может быть, поразило, заинтересовало? Или то, что актуально, может быть, сейчас? О, ты знаешь, как мне перечитала интервью, я уже сейчас даже не помню. Я помню, что ее ученицы меня как-то так руками сканировали, я даже почувствовала эти волны. Она рассказывала, как она поругалась с Аллой Пугачевой. Не помню деталей. В общем, она пришла в гости к Алле. Алла ей что-то резкое сказала. Джуна запустила в нее пепельницу и убежала. Вот как бы так это выглядело. Такая романтическая история. Ин, скажи, пожалуйста, а когда, в какой момент, на каком номере вы почувствовали, что да, yes, вот все, журнал пошел, журнал приняли? Это сразу было, не сразу? Примерно как это? Не вспомню, потому что первые номера выходили очень нерегулярно и с большим каким-то трудом, с каким-то прежитом, потому что это деньги, прежде всего, деньги на типографию, деньги на гонорары. И когда это набиралось необходимое количество, журнал выходил в свет. Регулярно мы стали выходить только годы через три, наверное, потихоньку набирая обороты. И поэтому тот момент просто пропустило, наверное. Тем более, что первые годы мы все еще оставались работать в молодежке и, так сказать, работали параллельно в двух направлениях. Это все, как бы, эти эмоции пропали за довольно напряженным рабочим ритмом. Инна, ну вот мы сейчас ретроспективу такую небольшую сделали, очень интересно, там вообще эту историю вспомнить интересно. Давай вернемся к сегодняшнему номеру. Все-таки, да, расскажем, что вот в условиях чрезвычайной ситуации вышел этот свежий номер и стал хорошим сигналом, что жизнь у нас продолжается, хотя вы, наверное, прекрасно знали, что не все ваши читатели смогут выйти и пойти его купить. То есть были какие-то опасения? Были опасения, потому что рекламодатели передвинули свою рекламу на другие номера, понимая, что сейчас нет смысла ничего рекламировать. Мы понимаем, что не все выходят в магазин купить номер. Но при этом у нас большая армия подписчиков, в том числе и электронных. И мы понимали, что нас ждут. Да, конечно, журнал тоненький, но мы ему выпустили. И знаете, вот как еще одно письмо пришло сразу после того, как журнал вышел. Получила журнал «Лилит». Так удивилась, думала, такие времена, и все поймут, если вы не выйдете. И вдруг на всех стало так хорошо, значит, все идет нормально, значит, все закончится и будет как всегда. Поэтому, наверное, да, поэтому вот по-прежнему в погоне за этой местой сказка и доброй надежды на будущее люди по-прежнему открывают наш журнал. И я надеюсь, что он нас как-то всех успокоит, нас, потому что мы работаем, люди, когда они читают. Была идея сделать несколько статей о вирусе. В итоге мы подумали, что не надо как-то этого слишком много. Сделали материал только о том, как не паниковать, как держать себя в руках и находить какие-то другие радости. А вот так, ну что, все как всегда, потому что, ну, наверное, через 50 лет темы женского журнала вряд ли поменяются, потому что это вечные темы. Ну, вот, например, у нас замечательный рассказ об истории любви латышского парня Нормандой и казахской девушки Голубахы. Я увидела эту красивую девушку в фейсбуке и удивилась, что фамилия Баринова зашла к ней на страницу, увидела, что муж латыш. И по каким-то намекам поняла, что, в общем-то, они не очень давно женаты, и она из Казахстана. В итоге писательница Ева Онегина сделала материал об их истории любви, и это очень трогательно и очень интересно. А где же наш латышский парень ее нашел, вот, встретил физически? Он поехал, поделился в Алма-Ату, увидел красивую девушку и увлекся. Ну, они долго общались через интернет, потом у них была разница, разлука на несколько лет, потому что Голубаха вышла замуж за другого. А потом она... Ну, расскажет вам, зачем вы меня это? Да-да-да. Вот, в общем, сейчас они вместе в Латвии, и я надеюсь, что счастливы. А для женщин-посставших тоже есть своя сказка. Года два или три назад, мы все смотрим голос, ну не все, но очень многие, наверное, обратили внимание на очень красивую певицу Нинушатскую. Такая эффектная женщина. И вот у нас ее замечательная история. В прошлом году она вышла замуж за Павла Гусева, миллионера, владельца холдинга «Московский комсомолец». Вот это да. Да, и вот нам тоже она рассказала и о себе, о своей жизни замечательной, творческой, о своих путешествиях она объездила весь мир. И о том, как вот произошла главная встреча в ее жизни. Ну вот, знаешь, я хочу сказать сразу, отметить, что у вас очень часто бывают, не знаю, как вы их находите, героини с какими-то судьбоносными поворотами в жизни, вообще невероятными. Что даже вот не придумаешь специально такое. Вот об этом тоже хочется поговорить, да, вот после, наверное, перерыва. Сейчас. Да, уходим на перерыв. Еще две минуты у нас есть. Две минуты, тогда я успею сказать, что к одной из таких статей имеешь отношение и ты. Опять-таки, среди друзей у меня есть женщина по имени Жанна Мурникс. И когда я читаю ее страницу, я увидела, что ее мужем был замечательный художник, забыла имя Мурникс. Лаймдуд. Лаймдуд Мурникс. И там тоже какие-то поразительные... Там потрясающая история. Да, в общем, в итоге Рита встретилась с Жанной и вышла одна из лучших статей прошлого года, по-моему. Очень пронзительная, очень искренняя, наши пятницы даже плакали над ней. И очень восхитительная. Ну, Жанна так рассказывает, что ее, да, без слез вообще нельзя слушать эту историю. Да, да, да. И я очень рада, когда такие мыслялы получаются, они живые. У вас их много. Мы с людьми становимся все циничнее и все меньше верим в любовь. Вот, к сожалению, как-то так. А тут читаешь, и все это правда. Ты думаешь, как здорово, что все это есть. А сейчас мы делаем маленький перерыв на новости и рекламу и продолжим разговор о любви после перерыва. Мы продолжаем отличное личное утро на радио «Болтком». Напоминаем, что гостья сегодня у нас свое личное утро нам показывает и рассказывает. Главный редактор женского журнала «Лилит» Инна Каневская. Вот пока мы остановились на любви, да, и вот мы продолжим про любовь. Но я пока хочу вклиниться, чтобы не забыть спросить у тебя. Скажи, пожалуйста, мы все-таки в гостях у тебя, да, кто ходит в гости по утрам, поступает мудрость. Чего ты утро начала? Вот у вас есть, я сколько раз делала материалы для «Лилита», и есть такая рубрика «Гость к завтраку». Да, «Гость на завтрак». Так, «Гость на завтрак», да. Вот давай сейчас применим так коварно эту рубрику к тебе. Кофе, чай, что ты утром пьешь, что ты делаешь, чему ты улыбаешься, что тебя порадовало? Ну, начнем с того, что сегодня впервые за долгое время я, наконец, накрасила ресницы и даже подушилась для вас. Чувствуете, какой аромат? Конечно. Поздравляем тебя. Вот. Обычно я просыпаюсь, и тут похвастаться нечем. Беру телефон, залезаю в Фейсбук, посмотрю, что происходит в мире. Потом пытаюсь делать гимнастику. Пытаюсь или делаю? А когда как? Иногда лень побеждает. Иногда здравый смысл. И тогда, ну, сегодня я не успела, потому что немножко пораньше встала, чем обычно, и уже как-то я и волновалась, и надо было накраситься. Вот. А потом, после гимнастики, будем думать, что я ее делаю практически каждый день, да, я иду, варю кофе. Причем я очень люблю вот этот ритуал джазового насыщения. Кофе, корицу, пряности, вот так вот ложечкой вращать. Вот аромат тоже чувствуем, да. Вот. И я, у меня сестра долго уговаривала купить кофейный аппарат, и она никак не понимает, почему я вот люблю с этой ерундой водиться. А мне нравится. Это вот правда какой-то ритуал, какая-то маленькая утренняя медитация. Как-то ты настраиваешь себя на день. Провести кофейный. Вот. А потом, потом что? Потом я сажусь работать, включаю компьютер, позволяю себе несколько компьютерных игр. Каких? Вот это да. Пожесть маджонг. Так. Да, иногда затягивает и надолго. Вот. В общем-то все. Ну, иногда что-то готовят, завтрак. Вот и снецов какую-то кашу. Инна, а почему ты пропустила тактильное эмоциональное ощущение от общения с домашним животным? Не включила? Мы сейчас раскроем твои все секреты. Потому что домашнее животное к этому времени меня уже успело разбудить, получить свою дозу еды, потому что иначе она орёт. Кто у нас домашнее животное? У нас чудесная девочка Кассия, британская голубая, которая в основном всё своё свободное время она ест. Как панды, фактически, да? Я очень переживаю, что я плохая мать, и мой ребёнок толстый. А можно нам на неё посмотреть? Это сложно? Ну, сейчас попробую её. Кажется, она заползла. Сейчас попробую найти. Да, вот пока Инна ушла искать Кассю. Кассия очень красива. Мы её видели уже. Напоминаем, что мы разговариваем сейчас. Личное утро. О своём личном утре нам рассказывает главный редактор журнала «Лилит» Инна Каневская. Телефоны прямого эфира мы вам тоже сейчас напомним. 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9, 6, 7, 2, 13, 9, 3, 9. Ой, какая красота. Да. Ой, какая красота. Вот нужно будет нам обязательно сделать скриншот вот этого кадра, потому что это невероятный какой-то кот-бегемот, только серый. Нет, она очень, конечно, красивая. Вот это самые положительные эмоции. Это же невероятно. Ладно, всё, я вся в курсе. Ну, ничего, это незаметно. Инна, скажи, пожалуйста, о прогулке в твоём дневном распорядке. Вы знаете, вот в каждой ситуации есть свои плюсы и минусы. В ситуации карантина есть даже несколько плюсов для меня. Во-первых, мой дом влестит. Я перебыла все шкафы, все ящики до последней шипятки. Вот он, это тот самый человек, который это сделал. Теперь мы знаем. Я сделала это. У меня как-то самое страшное. И как-то все на меня так нехорошо косятся. Почему-то ухо. А больше я никого не знаю. Да, да, да. Вот я единственная. Вот. И я как-то стараюсь привести свою жизнь в какую-то систему. Ну, вот, во-первых, дом в порядок. Во-вторых, стараюсь каждый день немножко латышским заниматься, немножко английским. Хотя бы по пять слов и как-то двигаться вперёд. И на почве кулинарии у меня какие-то грандиозные успехи. Мне самой страшно. То есть я освоила пироги с капустой, яблочный пирог, творожную запеканку. Два дня назад я приготовила польский бигас, вдохновлённый моим любимым сериалом «Пан или пропал». Это про детектив, про поляков. В общем, знаете, как в том анекдоте «Знала бы моя мама, что я курю». Вот тут знала бы моя мама, как я умею готовить. Моя мама в этом плане меня никогда не видела теперь. И я просто совершаю какие-то кулинарные чудеса. Знаешь, я на какой себя мысли ловлю. Ты вот перечисляешь вот это всё, и я так это… У меня спина выпрямляется, думаю, может, ничего, что мы сидим, мы тобой гордимся. Кулинарные таланты мы тоже хорошо знаем. Мы гордимся и восхищаемся. Гордимся и восхищаемся. Это вот как раз, дорогие радиослушатели, перед нами человек, для которого время не прошло даром. То есть столько успеть сделать, это, конечно, может только главный редактор женского журнала, наверное. Вот такой вопрос ещё на засыпку. А советами косметологов, стилистов, дизайнеров и прочих психологов, которые вы в журнале публикуете, ты сама пользуешься? Или это только для читателей? Конечно. Знаете, дело в том, что по большому счёту мы делаем журнал для себя. Вот как это началось в 92-м году, а о чём мы будем писать? С какими героями встречаться? Какие темы освещать? И мы делали то, что было интересно нам. Мы до сих пор приглашаем героев, которые... Мы же долго обсуждаем каждую кандидатуру. А вот с этим сделать? А может быть вот с этим? Нет, ну вот этот нет, этот скучный. А вот с этим да. Поэтому да, косметологи... Вот в следующем номере планируется статья, мы задаём вопросы косметологам. Долго, наверное, достаточно глупые, потому что есть общеизвестная истина, но как подсказывает опыт, мы очень часто не знаем самых элементарных вещей. Потому что лично я и терпеть не могу читать инструкции. Мне это так скучно и так долго, и потом, поскольку ты всё время куда-то бежишь, ну не доходят руки. Вот, конечно, у нас всегда были в журнале чудесные стилисты, и с их помощью мы составляем свои гардеробы. И иногда непосредственно практические, а очень часто глядя на то, какие они делали и делают стайлинги в журнале. Вот. Всегда в журнале были кулинарные рецепты от лучших ресторанов. Вот теперь появилась возможность... Воспользоваться. Инна, а ты сказала, что вот этот свежий номер журнала, что вы всё-таки... Там есть публикация, которая рекомендует, как не тревожиться, как не бояться, как правильно реагировать, о чём думать. Вот в двух словах, на какие вещи обратить внимание ты посоветуешь? Так, я уже не очень хорошо помню, потому что у меня в голове уже следующий номер, скажу честно. Из того, что я запомнила... Во-первых, поменьше смотреть фильмы «Катастрофы» и всяческие ужасы, потому что, ну, вольно-невольно это влияет. А когда ещё со всех сторон это накручивают, то тюрьмы всемирного заговора, то жуткими фотографиями с гробами, то ещё чем-то, конечно, это настроение не повышает. Вот. Ну, там какие-то такие тоже хорошие рекомендации. Лично ты, например, для себя вот как определила свою эмоциональную какую-то такую доминанту, которой надо следовать сейчас? Ну, на самом деле у меня нет состояния ужаса и состояния паники. Я прекрасно понимаю, что когда-то это кончится, вот, и это просто надо пережить и подождать. Слава Богу, в нашей маленькой стране относительно небольшой всплез заболевания, по крайней мере, среди близкого и не очень близкого круга моих знакомых все здоровы. Ну, поэтому, ну, что, ну, вот сложилась такая ситуация, ну, просто нужно использовать это время, использовать для себя. Очень мудро. Очень мудро. Давайте к журналу вернёмся немножко, а то мы начали, я ворвалась с вопросом о завтраке. Перебила Инну на очень важные мысли. Инна сказала, что... Не я, а рекламная пауза. Со временем, с возрастом, с опытом мы становимся циничнее и перестаём верить в любовь. И поэтому ваша история любви – это как просто такой специальный проект, чтобы показать, что нет, вот оно есть, да? Такая мы забыла. Знаете, причём мы бы с удовольствием делали такие истории любви в каждом номере, но их очень мало. Ну, не так уж и мало. У вас была недавно совсем прекрасная статья Аллы Петропавловской про Эмму, Брамник, Вольфсона, да? Потрясающая история. В каждом номере не получается. А кроме того, а вот не все люди хотят, чтобы про них писали. Я их понимаю, не все хотят выставлять свою любовь на показ. У нас долго уговариваем, говорит, ты знаешь кого, но вот как-то вот не всегда это получается. Ну, и люди имеют на это право, я абсолютно без засуждения. Вы знаете, что, дорогие читатели и слушатели, мне вот… Я хочу вас попросить, если среди ваших друзей, знакомых, вот есть какая-то такая история любви, про которую можно написать, сообщите нам. Мы с удовольствием это сделаем, и вы прочтете, и людям будет память на всю жизнь. Обязательно. Мы еще и напишем. Инна, скажи, пожалуйста, еще какие героини ваших, ну не последнего, а вообще, да, журнала, тебя лично поразили тоже чем-то? Давай, может, как-то так хотя бы перечислим, вспомним кого-то. Вы знаете, что, я вот вчера думала, о чем бы поговорить. Ну, за 28 лет у нас были все. От Джеклина Кеннеди, кстати, да, начиная. Да. Я, например, могу рассказать о каких-то поразительных вещах, которые до сих пор помню. Ну, например, это был 96-й год, мне посчастливилось взять интервью Мстислава Ростроповича. У меня было 20 минут на интервью. Вы меня поймете, это вообще ничего. То есть 20 минут обычно в интервью уходит, чтобы разогреть человека, чтобы он не думал, может, он тебе что-то говорить не может, чтобы он уже начал испытывать к себе доверие, и ему было интересно с тобой разговаривать, и поделился какими-то действительно интересными фактами из своей жизни. И обычно интервью идет часа полтора, и из этих полутора часов минимум половина времени идет в корзину, скажем так. Ну вот, значит, 20 минут. За 20 минут этот гениальный чип сказал мне вот все, что нужно для женского журнала. Мне уже коллеги дышали в сторону, в спину, там стояла очередь из журналистов. И я вижу, что, боже, какое счастье, как он замечательно говорит, как он правильно говорит. И когда интервью закончилось, я вышла, это был оперный театр, он меня так накачал энергией, что я была в страшно возбужденном состоянии. Я не могла сесть в трамвай даже, мне надо было куда-то ехать. От оперного театра я дошла пешком до детского мира, оттуда позвонила коллегия, тогда еще были телефонные будки, не было мобильников, ничего не было. И крича, боже, какой он гениальный, как это здорово, какое счастье, попыталась поделиться с ней своей радостью. Вот, интервью действительно, я до сих пор им горжусь, оно вышло замечательным. Лет через пять на Всемирном журналистском конгрессе в Нью-Йорке мы опять с ним встретились, он был приглашен. И после выступления я к нему подошла и говорю, Мстислав Леопольевич, вы меня, наверное, не помните, я вот Инна Каневская брала у вас интервью в Риге. Я говорю, конечно, помню, и расцеловал. Конечно, он меня не помнил. Но вот это такое счастье было, общение с этим человеком, чтобы не спорил, перевозбуждать даже, говоря об этом. У моих коллег, двух Алла Балевича и Петропавловской, было замечательное интервью с Гороном Браговичем. Они специально поехали в Белград, чтобы встретиться с ним. Сделали замечательный материал и до сих пор переживают, что когда интервью закончилось, он сказал, девушки, а вы когда уезжаете? Они говорят, ну завтра утром у нас билеты уже. Ой, а может быть, вы останетесь на денек? Я бы вас завтра в ресторан сводила после концерта, там цыгане какие-то. Девушки сказали, ой, у нас же билеты, вот мы не можем. Сейчас они говорят, боже, ну почему мы не поменяли билеты? Нам даже мысль такая, боже, не пришла. Было у нас в журнале интервью с Борисом Березовским, между прочим. Алла Абалевич сделала прекрасное интервью, ездила к нему в Москву. Через какое-то время его жена специально прилетела, чтобы сняться у нас на обложку. Ну вот это такими вещами я могу гордиться. В прошлом году, два года назад, бывший министр иностранных дел, Янис Юргенс сделал для нас интервью с Лаймой Вайбулой. Не каждое здание может, на них министры работают. Александр Васильев, историк моды, наш большой друг. Друг ваш. Слава Богу, вот он переболел коронавирусом, он уже здоров. Я очень рада. Очень много было материалов с ним, и Саша регулярно приезжает, мы проводим лекции. Ну вот мы гордимся, конечно. Инна, а кстати, что он рассказывал, как вообще у него этот коронавирус протекал, какие там у него... Олечка, я только знаю из пресса. У него есть в социальной сети где-то. Инна, а вот есть такая традиция о народной любви к вашему журналу. Он говорит, вот для меня лично еще и такой факт, что очень часто в социальных сетях появляются фотографии, вот люди куда-то едут, вот сейчас они сидят месяц, да, но в принципе этот месяц не считаем, потом наверстаем. Вот, они куда-то едут в разные страны, а там у вас и подписчики есть, и поклонники есть, и везут туда лилит. И мало того, что они его туда везут, тащат с собой в багаже с перевесом, да, они еще и фотографируются с журналом на фоне там Ниагарского водопада, там я не знаю чего-то, мишки-коалы, вот эта традиция как сложилась? Сама по себе? А вот я уже даже не помню, наверное, кто-то съездил куда-то с журналом и прислал фотографию, а мы предложили всем остальным читателям, кто путешествует вместе с журналом, также отметить свою географию. Ну, это правда невероятно, из каких-то горных вершин, каких-то земель, до куда вообще редко добирается человек, люди присылают эти фотографии, причем работают над композициями. Помню фотографии, три девушки в бикини на фоне заснеженных гор, каждая держит в руках по журналу, велит. Вот так очень здорово. Я представляю, это надо лезть, например, на вулкан какой-то дымящийся, да? Ничего с собой взять нельзя, но журнал надо тащить с собой. Это о чем говорит? Любят? Вот мы к любви и вернулись к теме любви, да, опять. То есть никуда без нее не деться. Инна, а если сравнить, вот скажем, те годы, когда журнал только возник, да, и читательскую почту, да, то есть вот как читатели писали письма в редакцию, реагировали на какие-то ваши призывы, да, там, расскажи историю такую, там, участвуй в конкурсе о таком-то, и как оно происходит сейчас? Все очень изменилось. Когда-то, в первое десятилетие, наверное, мы проводили даже конкурсы читать писем для читателей, давали им какую-то тему, и они рассказывали о интересных случаях в своей жизни. Мы на этих конкурсах даже двух или трех новых авторов для себя нашли. Вот, когда, да, письма приходили, и достаточно много, потом возникли одноклассники, у нас там была своя группа, где обсуждался журнал. Потом как-то общение стало меньше, честно скажу. Сейчас у нас есть группа в Фейсбуке, в одноклассниках как-то все заглохло, мы общаемся через Фейсбук, ну, вот так, чтобы были письма многочисленные, с просьбами, их значительно меньше. Но зато, когда вот у нас, вот сейчас был юбилей, да, день рождения, вот такие даты приходят письма. Тоже как будто теплая. Наш швейцарский корреспондент Алина Тукала прислала письма, оно, кстати, тоже опубликовано в последнем номере. Она живет в Швейцарии. И пришла в гости к своим латвийским друзьям, которые живут там уже лет 10. Пошли они в баню, и слово за слово она сказала, что она пишет для лилит. Это был фигурат. И тут они ей приносят свеженький номер. Лилита с ее же статьей о художнике-авангардисте Игореве. Чудесно. Игорева забыла фамилию. Оказалось, что к ним приезжали друзья из Латвии, и они попросили их привезти лилит. Ну, такие истории мы слышим очень часто. Моя мама копит для меня каждый номер, я приезжаю, вожу с собой целую пачку. Или когда кто-то собирается приехать и спрашивает, что привезти, я прошу привезти с собой лилит. И вот очень приятно это слышать. Такой подарок. Но вы еще как бы не отстаете от времени, то есть вас не только там... Кто ваша аудитория? Молодежь? Как вы притягиваете к себе? С молодежью сложно. Молодежь сидит в интернете, ее у нас мало. В основном, как мне кажется, это девочки, мамы которых всегда считали лилиты, которые на нем выросли. Наверное, наша аудитория – это больше женщины 35+, вот как-то она увеличивается в эту сторону. И я не знаю. Нас это очень огорчает, потому что я периодически слышу разговор о том, что пресса умирает, и снова умру тоже. Ну, что я могу сказать на эту тему? Когда-то, когда появилось кино, все были уверены, что умрет театр. Когда-то, когда появилось видео, все были уверены, что в кинотеатре никто ходить не будет. Когда появились ридер-буки, все были уверены, что бумажная книга умерла. Но, однако, сейчас в книжных магазинах наблюдается огромное количество народу, очень хорошо идут продажи, и в магазинах мне говорят, что народ вернулся в бумажные книги. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки журналы не умрут и будут жить. Наверное, потому что это особое удовольствие листать журнал любому своему, вдыхать аромат напечатанных страниц. В нем есть своя энергетика, в отличие от ридер-буков. Абсолютно точно. Я очень надеюсь, что это надолго, навсегда. Ну, а все, что делается с любовью, с радостью и профессионально, оно, наверное, всегда живет и радует остальных. А программа наша «Личное утро» плавно подошла к завершению. Вот так быстро, да не успели еще очень многое спросить, и, наверное, надо будет как-то продолжать. Ну, приятно, что Инна сказала, что сейчас в редакции идет работа над новым журналом. Значит, жизнь продолжается, мы ждем нового журнала, и желаем вам все-таки читателей, тиражей, подписчиков. Всего доброго и до новых встреч. А рецепт от Инны Каневской, ее пирога знаменитого, мы опубликуем отдельно. Спасибо большое. Девочки, была очень рада вас видеть. А с читателями, надеюсь, встретиться на страницах журнала. Всего доброго. И хорошего всем дня.